Привет-привет, близнецы! Это расклад для вас на неделю с 11 по 17 марта. Что ж, дорогие мои, наступила праздничная масленичная неделя. Я вас с этим искренне поздравляю. Пеките блинчики, гадайте на них. Наполняйтесь этим чувством новизны, когда наступает весна, когда мы обновляемся, и не только природа, но и человек в целом. Больше о традиции, о том, как их соблюсти, как правильно подготовить себя к масленичной неделе, как её провести, есть у меня в Телеграм-канале. Переходите, ссылка в шапке профиля и читайте. И, конечно же, там очень много всяческих гаданий. Может быть, это вам поможет как-то сгармонизировать, настроить себя на лучшего. Что ж, а мы будем смотреть с вами на картах Таро три подсказочки на эту неделю. На картах Семья мы посмотрим ваши взаимоотношения. И, конечно же, у Оракула или Норман мы спросим, на какую область вашей жизни вам стоит обратить более пристальное внимание в данный период. Что ж, давайте приступать и смотрим, что вас ждёт. Всадник мечей. Всадник мечей говорит о том, что будет много информации. Возможно, переговоры онлайн, звонки, сообщения, письма, всё, что к нам приходит по интернету, либо извещения какие-то. Это может говорить о том, что, например, вам необходимо будет быстро реагировать на этой неделе на какую-то информацию, когда, например, вам позвонили, и вы сразу же срываетесь с места, потому что дорогая ложка к обеду. Если вы сейчас не сделаете то, что необходимо, то потом шанс может быть упущен. Поэтому это может быть экстренная поездка, что вы сорвались куда-то, поехали что-то решать. Это быстрая встреча, когда вам позвонили и сказали, что нужный для вас человек находится в таком-то месте, и вы понимаете, что если вы сейчас не соберётесь и не поедете туда, то вы ещё долго не встретитесь с этим человеком. Поэтому реагируйте на информацию и, конечно же, с помощью неё продвигайте свои дела. Смотрим, что ещё. Сила. Силы у вас хватит на все передвижения, на весь потоп входящих и исходящих. По карте силы как раз вам советуют не продавливать ситуацию, не упираться лбом в стену, которая не поддаётся, чтобы её обойти или как-то перейти. По этой карте нужно проявлять больше харизмы, больше оптимизма, улыбаться в любых ситуациях при решении ваших вопросов. И, конечно же, быть более лояльным человеком, более мягким, спокойным, гармоничным, когда внутри вас есть вот этот стержень того, что я победитель. И я сделаю так, что любой мой вопрос решается, и я получаю желаемое. Когда вы с таким настроем приходите решать любой вопрос, проводить любое совещание, встречаться с любыми людьми, то, поверьте, люди будут сдаваться им с какой-то стальонок, мурчать и решать всё, что вам необходимо. Смотрим ещё одну карту. Луна. Луна говорит о том, что могут возникать на этой неделе какие-то страхи, сомнения, может быть, какие-то неясности. Кстати, у нас же 10 марта новолуние, и на этой неделе она тоже ещё распространяется, особенно чувствительно это первые три дня, то есть с 10 где-то по 12 число, прислушайтесь к себе. Может быть, будет какая-то интуиция, да, может быть, вам приснится сон о том, где вам найти ответы на какой-то вопрос, и вам необходимо будет сорваться и поехать, или позвонить, написать. Может быть, вам приснится человек, который может вам помочь, и вы начнёте экстренно искать его в интернете, или обзванивать своих друзей, вдруг вспомнив, что этот человек есть в вашем окружении. Луна может говорить о материнстве, о новости о беременности, или что-то то, что связано с вашей мамой или с вашими детьми, и вам придётся тогда решать эти вопросы. Может быть, от них будет много сообщений, звонков, и вам нужно будет проявить мягкость, терпение, материнские чувства, да, или к маме, да, более лояльно относиться. Но вам хватит сил справиться со всем, что произойдёт. Также Луна говорит о недвижимости, о том, что могут на этой неделе проходить сделки купли-продажи, или вы ищете какой-то, может быть, новый офис для своего бизнеса, или подыскиваете, там, дачу на лето уже, на период весны. И тогда тоже могут приходить очень экстренно. Вы вдруг, например, неожиданно от кого-то услышите, что есть выгодное предложение, да, и если вы сразу не позвоните, не заключите сделку, то это предложение может уйти от вас. Так что в любом случае, во-первых, прислушивайтесь к своей интуиции, во-вторых, смотрите на ту информацию, которая к вам приходит, и в-третьих, конечно же, приводите свои чувства в баланс, для того, чтобы быть в гармонии, набираться силы победителя и решать все вопросы под ключ на этой неделе. Кстати, больше о звёздах и о том, как они влияют на вашу жизнь в этом месяце, есть уже видео в моём канале от Людмилы Макогон. Переходите, если не видели, то обязательно посмотрите. Вы многое для себя узнаете и про Новолуние, и про коридор затмений, и вообще про другие планеты, которые входят и влияют в марте месяца на нас с вами. Ну а мы с вами будем смотреть на Маккартах ваши взаимоотношения на данной неделе. Во взаимоотношениях всё прекрасно. Действительно, для каких-то пар это может быть новость о беременности, либо в вашем окружении вы узнаете, что кто-то беременный. Это может быть ваш новый проект зарождается, семейный бизнес, или может быть вы в паре, переходите на новый уровень отношений, когда вы договариваетесь о том, что вы съезжаетесь, или вы женитесь, или вы уже планируете какие-то совместные бюджеты, покупку жилья, рождение детей, все что угодно. В данном случае важно понимать, что со всеми людьми, когда мы о чём-то договариваемся и входим в партнёрство, неважно, любовное, родительско-детские отношения, дружеские, с коллегами, с партнёрами по бизнесу, мы садимся в одну лодку. И самое главное, это на берегу договориться о ваших обязанностях, о ваших потребностях, о том, чего вы ожидаете от данных отношений. И если ваши ожидания созвучны, и если ваши партнёры, друзья, коллеги, родители, дети согласны с тем, что вы берёте и обговариваете друг с другом, то тогда вы будете плыть по этой реке жизни очень мирно и гармонично. Поэтому обговаривайте всё, что вам необходимо со всеми партнёрами на берегу, прежде чем сесть в лодку и поплыть, для того, чтобы действительно ваши взаимоотношения рождали новые проекты, новые цели, дарили вам новые мечты и, конечно же, наполняли вас гармонией и счастьем. Ну а мы смотрим с вами на Ленорман, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в данный период. И это на расширение возможностей, на те моменты, когда перед вами будет ставать выбор. Скорее всего, на этой неделе будет много задач, когда вам нужно будет сделать выбор. Может быть, выбор партнёров, может быть, выбор дела, может быть, выбор шагов по достижению цели. Но в данном случае это ваш выбор всегда будет вам давать расширение возможностей. Поэтому, конечно же, и будет много информации, к которой вам необходимо будет реагировать и действовать. И несмотря на все какие-то, может быть, сомнения, страхи, выборы, вы наберётесь стил, смелости и храбрости для того, чтобы прислушаться к себе, к своему внутреннему голосу и сделать этот правильный шаг на пути к вашей жизни, к лучшему варианту и, конечно же, к достижению ваших целей. Что ж, я искренне вам этого желаю. Ну, а я с вами не прощаюсь, мы увидимся очень скоро. Пока!